Северная Корея наш сосед, давний партнер. Мы подтвердили заинтересованность в поступательном развитии наших двусторонних отношений по всем направлениям, в интересах народов наших стран, в интересах укрепления безопасности и мира в регионе Северо-Восточной Азии. У нас в последнее время достигнуты неплохие результаты в политическом диалоге, в торгово-экономических отношениях. И укрепляются связи между парламентами, между министерствами, между регионами. Мы обсудили также такой проект, как недавно созданный по линии российских железных дорог в порту Раджин перегрузочный комплекс интермодальный. Он уже начинает функционировать и является своего рода пилотной частью проекта, который обсуждался в трехстороннем формате с участием Северной и Южной Кореи и Российской Федерации. Проект соединения Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги. Будем продвигать этот трехсторонний проект и далее. Рассчитываем на подключение наших южнокорейских партнеров. И если будет достигнут позитивный результат, то это откроет путь и к реализации других трехсторонних проектов, в том числе касающихся передачи электроэнергии из России в Южную Корею через КНДР и экспорту из России через Северную Корею в Южную Корею энергоносителей углеводородов. Обсудили мы, разумеется, и международные вопросы, региональную ситуацию в Северо-Восточной Азии с упором на ядерную проблему корейского полуострова. Мы убеждены, что ее неурегулированность негативно влияет и на двусторонние отношения, и на региональную стабильность. Наши позиции пока не во всем совпадают, но есть общее понимание, что все стороны, включая КНДР, включая других участников шестисторонних переговоров, которые пока заморожены, должны воздерживаться от резких шагов и не нагнетать конфронтационные тенденции в этом регионе. Россия по-прежнему будет выступать за неукоснительное и полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Обменялись мы также оценками ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь есть российско-китайская инициатива, которая была в формате восточно-азиатских саммитов одобрена о начале диалога по формированию в регионе новой архитектуры, безопасности и сотрудничества. Мы считаем, что она весьма и весьма перспективна. Диалог по ней уже начат, и он будет продолжен. Затронули ряд других актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, на севере Африки, обменялись мнениями о том, что происходит сейчас на Украине, с упором на поддержку начавшегося мирного процесса по линии минских переговоров. Договорились продолжать тесно взаимодействовать в ООН и на других международных площадках. Переговоры были полезными. Рассчитываю, что они помогут и продвигать наши двусторонние отношения, и искать поиски возобновления шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Пожалуйста, вопросы какие есть? Спасибо. Пожалуйста, и поски наши коллеги. Вы кого имели в виду? ННЧК. Спасибо. Я хотела у вас уточнить сегодня по поводу шестисторонних переговоров, все-таки есть ли подвижки относительно возобновления или пока вот никак. И хочется уточнить, есть ли какая-то договоренность об обменами визитами на высшем уровне между двумя странами. Спасибо. Ну, что касается шестисторонних переговоров, то для их возобновления необходимо согласие всех их участников. Сегодня у нас были переговоры по двусторонней линии. Подчеркнул, что переговоры сегодня подтвердили. Возобновление шестисторонних переговоров возможно, не немедленно. Это потребует определенного времени, потому что слишком много конфронтационного было привнесено в ситуацию. И главным для того, чтобы эти переговоры возобновились, является добиться от всех сторон спокойного, взвешенного подхода. И, конечно же, недопущения каких-либо резких шагов, которые только будут поляризовать позиции. Мы были услышаны. И мне кажется, что контакты нужно продолжать, нельзя опускать руки. Ситуация сложная, но не безнадежная. Мы будем добиваться создания необходимых условий для возобновления шестисторонних переговоров на основе тех целей и принципов, которые были закреплены в совместном заявлении шести сторон, принятого в сентябре 2005 года. И второй вопрос, какой у вас был? Обмен визитами на высшем уровне международными. У нас визиты достаточно регулярно происходят, и никакие здесь варианты не исключаются. Все будет зависеть от того, насколько стороны будут продвигаться в решении тех или иных вопросов, насколько условия будут созревать для контактов на том или ином уровне. Так, спасибо. Но, наверное, еще один вопрос. Короткий только, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Викторович, Вы упомянули то, что обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. Вот на днях президент США Барак Обама признал то, что разведслужбы его страны недооценили потенциал ИГИЛ. По-вашему, ситуация в регионе может выйти из-под контроля, если Вашингтон и созданная им коалиция продолжат военную операцию без мандата ООН и в обход норм международного права. В принципе, то, что происходит на Ближнем Востоке и на Севере Африки, это результат недооценки руководством Соединенных Штатов тех шагов, которые Вашингтон предпринимал в этом регионе на протяжении последних 10-12 лет. Всем известно, о чем я говорю. И сейчас очень важно сделать так, чтобы эти уроки были усвоены. Ситуация, конечно же, может выйти из-под контроля, если будет она развиваться вне международных правовых рамок. Это всегда сопряжено с рисками, и мы добиваемся осознания этих угроз теми, кто предпринимает односторонние силовые действия в регионе. Бороться с терроризмом нужно, мы к этому открыты, к этому готовы и правительство стран региона, включая правительство Ирака и правительство Сирии, правительство Ирана к этому готово. И важно, чтобы в этой борьбе никто не был исключен из коллективных усилий, и чтобы в ней возобладал подход, нацеленный на достижение результата, а не подход, который определяется некими идеологическими предвзятостями. Ну, еще один вопрос, пожалуйста. Ну, давайте еще, пожалуйста. Тартас. Сергей Витальевич, с учетом последних сведений о массовых захоронениях, обнаруженных под Донецком, скажите, как Вы оцениваете ход расследования этих фактов? Ну, расследование только-только начинается. Мы привлекли внимание и ОБСЕ, и Совета Европы, и Организации Объединенных Наций. Это жуткая трагедия, это, очевидно, военные преступления. Уже более 400 тел обнаружено в захоронениях под Донецком. И мы рассчитываем на то, что западные столицы не будут замалчивать эти факты, они вопиющие. Рассчитываем, что западные средства массовой информации будут объективно освещать всю эту историю, и пока они явно пытаются ее замалчивать. И я слышал, кстати, недавно, что представитель МИДа Украины заявил, что украинские власти обеспечат полноценные, открытые, беспристрастные расследования, как только восстановят контроль над этими районами. Ну, это достаточно кощунственно звучит, потому что эти преступления явно произошли именно тогда, когда украинские силовики эти районы контролировали. Поэтому еще раз скажу, что рассчитываю на четкую, непредвзятую, ответственную позицию международных организаций. ОБСЕ там уже работает. Будем добиваться установления истины. И наказания виновных, конечно же. Спасибо. Спасибо.